В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Никто не забыт, в нашем городе прошла церемония прощания с бойцом Советской Армии. Детки в клетке, премьера спектакля от воспитанников детской школы искусств номер два. Равняйся на лучших, Михаил Заломин и Александр Одинцов провели мастер-класс для юных спортсменов. Далее расскажем обо всем подробно. В преддверии 9 мая принято не только отдавать дань уважения и благодарности ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, но и вспоминать тех, кто не дожил до победы, тех, чье место гибели было неизвестным. Благодаря работе поисковых отрядов с каждым годом пропавших без вести становится все меньше. В канун Дня Победы в нашем городе прошла церемония прощания с военнослужащим Советской Армии. Под выстрелы из автоматов и звуки военного оркестра в Сарове прошло первое в истории города захоронение найденного на полях сражения участника Великой Отечественной войны. Имя Алексея Григорьевича Кондракова наконец вычеркнули из списков пропавших без вести. Где-то нашелся, можно крикнуть «Ура!» Я, как говорится, сказать, что я рад, ничего не сказать. Воевал найденный красноармеец на Ленинградском фронте и погиб в декабре 1941 года, пытаясь укрыться от немецкого артиллерийского обстрела. Опознать останки поисковому отряду помог солдатский жетон. Вместе с личными вещами был воинский медальон. Командир с женой. Потрудились полтора-два часа, чтобы не разрушать. Вскрыли, достали записку. При помощи экспертов удалось прочесть. Все читалось. Проводить в последний путь красноармейца Кондракова собралось несколько десятков человек. Военные, ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, неравнодушные жители города и школьники. Я считаю, что война не будет закончена, пока не будут найдены все солдаты и похоронены с почты. Десятки поисковых отрядов на местах былых сражений продолжают свою нелегкую и кропотливую работу. И будем надеяться, что скоро в списке пропавших без вести не останется ни одной фамилии. Кирилл Осенин, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. В майские праздники в дежурную часть полиции поступило сразу несколько заявлений о кражах. Жительница нашего города забыла закрыть квартиру и спустя некоторое время обнаружила, что из коридора пропала сумка. К счастью, ценных вещей в ней не оказалось, поэтому злоумышленники оставили украденное под лестничной клеткой в подъезде. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Невнимательность человека играет в арам только на руку. Зачастую люди забывают закрывать двери в квартиры или просто оставляют свои вещи без присмотра. Так и получилось жителям нашего города. При неизвестных обстоятельствах у него пропал планшет. Молодой человек сидел на лавочке. Срочно ему захотелось подняться к себе домой. Планшет оставил на лавочке. Когда я вернулся, планшета не оказалось. Данный планшет принадлежит организации, в которой он работает. Ущерб 10 тысяч рублей. Еще одна саровчанка тоже лишилась в празднике ценных вещей. А точнее кошелька, в котором находилось 10 тысяч рублей. Женщина шла с супругом по улице, а проходящий мимо мужчина беспричинно устроил конфликт. Гражданка Г вступилась в конфликт, разняла мужчин. Вроде как бы помирились. Когда гражданка Г пришла домой, в сумке не оказалось кошелька. Как установлено, что, скорее всего, кошелек похитил тот, кто начал конфликт. Не установлен лицо. Еще один конфликт произошел у супружеской пары, но закончился он более плачевно. 4 мая в 6 часов вечера беспокойный саровчанин позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что возле одного из магазинов старого района находится женщина с ножевым ранением. В ходе конфликта со своим мужем, гражданином А, ранее судимым, на почве деления имущества, гражданин А нанес ножевые ранения гражданке А в виде непроникающего ранения право предплечья. К счастью, серьезных травм женщине не нанесли. Сразу после осмотра врачи отпустили пострадавшую домой. Мария Ирунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 9 мая на стадионе «Икар» пройдет традиционный праздничный турнир по футболу среди любительских команд Кубок Победы. За главный трофей поборются 8 претендентов. Дюз Шикар, Авангард, Динамо Воинская часть, Динамо ВД, Искра, Терем, Буревестник и Вымпел. Начало турнира в 11 часов дня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 сообщает, что 7 мая изменится порядок записи на прием к врачам первой поликлиники. Обновление на портале пациента будет производиться ежедневно в рабочие дни в 18 часов, а перед праздниками в 17.00. В Нижегородской области продолжает действовать запрет на ловлю рыбы в местах нереста. Как сообщает в региональном комитете госохотнадзора, до 15 июня рыбачить можно только с берега и на любительскую удочку. В случае поимки нарушителей ждет штраф. 5 июня в Саровском драмтеатре выступит хор Сретенского монастыря. В его репертуаре помимо духовной музыки собраны лучшие произведения песенной традиции России, русские, украинские и казачьи песни. Композиции военных лет и романцы. Начало концерта в 18.30. Нелегко выдалось неделей у сотрудников пожарной части. С 3 по 6 мая пожарно-спасательные подразделения Сарова выезжали по вызову 12 раз. Самым крупным стал пожар на улице Герцена, 36. Сообщение о возгорании дома на пульт спасателей поступило в 14.30, а уже в 14.33 первое подразделение пожарных прибыло на место. Огонь полыхал как внутри дома, так и снаружи. Пожару подверглось 20 квадратных метров. На борьбу с огнем выехали сотрудники сразу трех пожарных частей – первой, шестой и седьмой. В 14.48 огнеборцам удалось локализовать горение. Полностью пожар ликвидировали в 16.06. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Но меньше чем через сутки ситуация повторилась. В 7.54 6 мая бдительные горожане позвонили в пожарную часть. Остатки дома по адресу Герцена, 36, вновь загорелись. На этот раз произошло возгорание остатков чердачного помещения. Спустя две минуты сотрудники шестой пожарной части уже были на месте. И меньше чем за полчаса ликвидировали огонь. Что это – умышленный поджог, детская шалость или что-то еще? Причины пожара пока устанавливаются. К другим новостям. Ученики второго курса театрального отделения детской школы искусств номер 2 стали лауреатами всероссийского конкурса «Сияние талантов». В номинации «Художественное слово» соровчане представили новую постановку «Детки из клетки» по мотивам повести «Чучело». Проблемы, которые автор затронул в произведении, написанном еще в советские годы, актуальны и по сей день. 12-летняя Лена Бессольцева приезжает к своему дедушке в маленький провинциальный городок и впервые переступает порог класса. Искренняя и наивная девочка хочет обрести новых друзей, но практически сразу встречает непонимание со стороны одноклассников. Безобидные шутки и розыгрыши очень быстро сменяются жестокими оскорблениями и издевательствами над новенькой. – Боис-то, что это просто чучело огородное? – Сам ты чучело. Как оказалось, за нескладной внешностью и ранимой натурой скрывается сильная и глубокая личность. В свои 12 лет Лена уже умеет различать добро и зло и видеть в людях жестокость. Компания обиженных жизнью подростков преподносит девочке бесценный урок, который она запомнит на всю жизнь. – Она становится жесткой, но она остается единственным человеком, который сохранил человеческие качества. Арина Косарева выбрала главную роль в постановке «Не случайно». Характер героини и обстоятельства, описанные в повести, очень близки девушке. Это первая большая и сложная роль в репертуаре юной актрисы. – Она видит в человеке красоту, даже если он делает какую-то мерзость, гадость. И она может различить в человеке то, что не видят другие окружающие люди. Единственный, кто встает на сторону новенькой – Дима Сомов. Он старается защитить Лену от нападок одноклассников и становится для девочки настоящим героем. Но дружба между лидером и изгоем класса дает трещину. И добрый мальчик Дима показывает свое истинное лицо. – Мой герой, он противоположный главной героине Лене. То есть, если Лена из такой маленькой наивной девочки приобретает более человеческие качества, то Дима Сомов, он наоборот, из такого прям человека, он показывается вначале очень хорошим человеком, все скатывается, скатывается ниже и ниже. Студентам второго курса театрального отделения достался сложный, но очень глубокий материал, с которым ребята справились на отлично. Постановку «Детки из клетки» по мотивам повести «Чучело» отметили на творческом фестивале в рамках проекта «Арт-покорение вершин». Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Ночная лига акустических концертов провела очередной квартирник. В программе кавер-версии песен, авторские композиции и стихотворения известных поэтов. Также в рамках концерта прошла презентация нового молодого коллектива «Прилетай». Подробности в следующем репортаже. Один из солистов творческого коллектива «Прилетай» Павел Гнатенко начал сочинять музыку совсем недавно. Это его первое выступление как автора собственных песен. Одну из них он написал в маршрутке. Вдохновение пришло во время дождя. Решил написать песню о том, что в любой ситуации могло быть хуже все равно. И надо радоваться тому, что сейчас есть. Еще одну песню в полете написала Анастасия. По словам девушки, творческий процесс был легким, как никогда. Написана песня для фортепиано. О романтике и нежности добавила флейта в руках отца. Она просто о хорошем настроении, о том, что происходит, когда ты находишься в полете. Она скорее для размышления. В программе «Квартирника» нашлось место и для открытого микрофона, когда любой желающий может выйти к микрофону и стать уже не зрителем, а активным участником концерта. Мы не знаем, кто будет выступать, с чем выступать. Мы свою программу готовим, а формат открытого микрофона для нас самих неожиданности. Гости не только пели, но и читали стихи. Одни подготовились и принесли книги, другие, почувствовав желание и настроение выступить перед публикой, читали с мобильного телефона. У многих «Квартирники» ассоциируются с советским периодом запретов на вольнодумие и свободу мысли. Время сменилось, никто не ограничивает свободу творчества, но формат остался. Сейчас «Квартирник» – это небольшой концерт для любителей музыки и песен собственного сочинения, а также возможность узнать исполнителей поближе. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Ежегодно Саровская спортивная школа выпускает несколько сотен лыжников, футболистов, акробатов, боксеров, чьи имена становятся известными далеко за пределами нашего города. Большинство из них уже заслуженные мастера спорта, победители соревнований различного уровня. При этом они по-прежнему стараются посещать родной город как можно чаще. Чемпионы мира Михаил Заломин и Александр Одинцов провели мастер-класс для подрастающего поколения. Быть чемпионом – непростое дело. Такими словами встретил ребят заслуженный мастер спорта Михаил Заломин. Акробат приехал в Саров, чтобы отдохнуть, но, как показывает практика, спорт – это постоянная работа. Да и отдыхать Михаил не привык, поэтому первым делом посетил родные стены спортивной школы ИКАР, чтобы вспомнить, как все начиналось, и заодно показать мастер-класс подрастающему поколению. Этим нужно жить. То есть не только спорт, он не заканчивается только работой в зале и всё. То есть у меня спорт – это во всём он состоит. И в зале, и дома я прихожу, видеозаписи смотрю, и с детьми занимаюсь. То есть он всегда везде. Ребятам удалось пообщаться ещё с одним именитым спортсменом – призёром чемпионата Европы, мастером спорта международного класса по прыжкам на батуте Александром Одинцовым. Александр рассказал, что часто встречает саровских спортсменов на престижных чемпионатах. На стране приезжают. То есть видно, что наши саровские ребята или девчата. Да есть всё равно результаты. Надо дальше работать, тогда всё получится. На мастер-классе чемпионы мира показали юным спортсменам трюки на трамплине, поделились секретами того, как правильно держать спину и плечи, а также где должны быть руки и ноги во время прыжка. И, как показала практика, юные спортсмены усвоили уроки чемпионов и готовы в скором времени завоёвывать медали на самых различных соревнованиях. Не привычно, что нас занимают не тренера, а чемпионы. Мне понравилось, как нас разминали, и как Миша Заломин. Там нас сейчас мастер-классы делают по батутам. Я буду стремиться, как Михаил Заломин, чтобы получать много наград. Совсем скоро Михаил и Александр отправятся на чемпионат мира в Санкт-Петербург, где им предстоит отстоять честь страны и завоевать очередные титулы чемпионов. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова